Микс Ньюс. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Присяжный адвокат Дайга Селиньо на студии. Добрый день. Добрый день. Некоторое время назад в Делфи вышла ваша статья, и так совпала, естественно, случайность, что после этого, может быть, и не случайность, несколько заявлений было высоких должностных лиц. Сначала премьер-министр Кришнин Искаринович, ссылаясь на многочисленные действительно сигналы от предпринимателей, сказал о том, что, видимо, все-таки мы перестарались с этим капитальным ремонтом финансовой сферы. Вчера было заявление министра обороны на этот же счет, что даже и индустрия военная страдает, в том числе сложности возникли даже у американского бизнеса открыть здесь счет, казалось бы, западные союзники. И сегодня же было заявление президента Банка Латвии о том, что действительно мы как-то, ну, явно перестарались в результате с одной крайности в другую. Понятно, что бороться с отмыванием средств, добытых преступным путем, надо. С этим никто не спорит, тем более с попытками, наверное, финансировать терроризм. Но получается, что из-за этих вот таких драконовских мер страдают и латвийские предприниматели. Вы все-таки сталкиваетесь, вот как практик, юрист, присяжный адвокат, вот с такими случаями, когда к вам обращаются, наверное, предприниматели. Может быть, несколько слов об этом, вот с этой стороны проблемы. Что вы видите? Что мы видим? Мы видим, как клиенты, которые работали с банками на протяжении 10, не знаю, 15, 20 лет, они получают уведомления о том, что банк в одностороннем порядке прерывает сотрудничество. То есть это компания с большим опытом, все время там был счет, да? Да, да, прерывают. И первое, да, то есть они это воспринимают, ну, зная, какие ссылки, нормативные акты, они считают, что это, ну, вопрос и репутации, да, и, соответственно, это обращение, можно ли это обжаловать, да, что делать, да, как это заявить, да, но нормативные акты на данный момент говорят о том, что если человек получил такое сообщение, то ему надо указать расчетный счет в другом кредитном учреждении, где он, ну, в дальнейшем может получать банковские услуги. Вот здесь я хотел бы все-таки уточнить, вот приходит предприниматель к вам, как адвокату, за советом, и вот он рассказывает такую ситуацию, которую сейчас вы описали, и он вроде бы ждет какой-то правовой помощи. Что вы обычно говорите вот в этой ситуации? – Да, неприятно, надо принять и искать другое кредитное учреждение. – То есть фактически переубедить, я вот такое слово употреблю, невозможно, да, исходя из вашей практики, банк? – Ну, банк принимает решение. По каким причинам? Что именно не понравилось банку? Клиент чаще всего он не может знать. Он может сделать какие-то предположения, но знать он не может. И, поймите правильно, я в пустую писать документы не буду. – То есть фактически это бесполезно? Нет такой процедуры, которая бы помогла вам, как адвокату, защитить клиента на этом этапе? – На этом этапе, к сожалению. – Что дальше происходит? Так, чтобы закончить вот это вот… – Что дальше происходит? – Да. – В лучшем случае он уходит в другое кредитное учреждение, которое находится на территории Латвии. Соответственно, проходит все необходимые процедуры. – Если предоставленная информация, пояснение, документ устраивает кредитное учреждение, то он начинает работать с данным кредитным учреждением. Если нет, делается обход на кредитных учреждениях и, конечно, известны случаи, когда уходят и открывают счета за пределами Латвии. – Ну да, мы понимаем, что мало того, что у компании партнеры, с которыми нужно производить расчеты, и нет счета – это очень неудобно, но есть же еще и платежи обязательные, налоговые, зарплатные. – Сейчас система устроена таким образом, что человек не может иначе производить и осуществлять коммерческую… – Да, коммерческую деятельность, ему нужен расчетный счет. – Вот есть ли происходит такая еще неприятная история, когда и блокируются средства на счету? То есть мало того, что счет закрыт, и на нем зависли средства, банк их блокирует, видимо, обращается, я так понимаю, в следующие инстанции финансовая разведка. – Данная служба принимает решение о замораживании денежных средств, данные, это не решение всего, скорее, что это распоряжение. – Здесь что-то может адвокат повлиять на этом этапе? Тоже не очень, да? – Не смущайте меня. Могу сказать так, все распоряжения, они имеют, ну, однотипные, по единому образцу, меняется только понятие физическое и лидическое лицо, имя, фамилия или название, персональный код, регистрационное удостоверение, все остальное по тексту как бы понятно, какая сумма замораживается. Да, формально, по закону, мы имеем право подать жалобу уполномоченному прокурору. Подать мы можем, ну, таким образом мы, ну, скажем, показываем свое отношение к принятому решению. Но не более того, я сама лично встречалась и говорила с начальником отдела уполномоченных прокуроров. К сожалению, они принимают решение очень формально, и ихняя мотивация такая, что служба имеет право заморозить денежные средства. Ну, да, имеет право. – Кто спорит так? – Но ответы однотипные, да, что если вас не устраивает, подайте жалобу в Генеральную прокуратуру. А что происходит дальше? Мы знаем, сперва идет первое распоряжение, и за ним следует второе распоряжение, где уже на 45 дней, да. И тоже, да, мы имеем право обжаловать прокурору, уполномоченному, попросить все-таки нам разъяснить, а какие сделки, а почему, да, а какие подозрения, а что мы можем предоставить в данной ситуации. Можно написать, да, и пишем мы, адвокаты, да, чтобы хоть как-то показать, да, действительно позицию и добропорядочность клиента. – Клиент не прячется, не уходит в песок. – Не, ну подождите, ну зачем обжаловать второе распоряжение финансовой службы, если уже параллельно служба делает сообщение в полицию о том, что есть подозрение, да, о совершении преступного деяния, ну, по статье уголовного закона 195-е, да. Вот, и тогда смотрите, что у нас получается, да, 45 дней, да, помните, обжаловать 30 дней, но уже процесс возбужден. Уже на исходе этих дней полиция принимает решение о наложении ареста на имущество. Смысл обжаловать, что у нас уполномоченный прокурор может отменить постановление о начале уголовного процесса? – Не может. – Да, конечно, не может. – Да, то есть это уже вопрос следователя, да, на основании какой информации он принял решение о возбуждении уголовного процесса и наложении ареста. – И дальше может эти сроки в соответствии с уголовным процессуарным законам просто продлеваться, сколько положено, условно говоря. – Ну, да, да, 195-я, если говорим четвертая часть, да. Мы можем долго, ну, скажем, доказывать о том, что денежные средства имеют легальное происхождение. Здесь, знаете, какая проблематика, с которой, ну, адвокат сталкивается, принято решение, да, о наложении ареста. Да, мы это решение тоже можем обжаловать. Можем обжаловать, даже можно предсказать решение окруженного суда, что на этой стадии преждевременно решать вопрос о наложении ареста. Вы, пожалуйста, в течение, опять-таки, 45 дней подайте возражения и доказательства о том, что ваши денежные средства имеют легальное происхождение. Мы подаем документы, да, пытаемся по, ну, скажем так, под тем урывком из постановления о наложении ареста понять, что же послужило основанием для наложения ареста, предоставить документы о том, что денежные средства имеют легальное происхождение, и дальше, что мы видим по процессу. Процесс не накладывает обязанность на следователя предоставить ответ, а достаточно ли доказательства. А вы доказали, да, о том, что денежные средства, да, имеют легальное происхождение, следователь не обязан. Следователь в это время занимается другими делами. 45 дней, ну да, получили документы, ну хорошо. Надо, ну, сделать какой-то международный запрос. Это почти гарантия, что дело на неопределенное время может спокойно... Такой международный запрос, да. Ну, да, да, то есть сейчас вот этот международный элемент, который появляется в уголовном процессе, это все затягивает рассмотрение тех же самых поданных возражений, они действительно, недействительны, и человек все это время, он ждет, да, то есть равенства в этом процессе нету, а ведь подумайте, на основании, да, чего мы, ну, накладывается арест, потому что есть подозрения. Подозрения не конкретизированы, да, и если мы ходим еще дальше, да, какой же статус этого лица в уголовном процессе? Вот это то, что я хотел у вас спросить. А какой же статус? Статус лица, чье право собственности затронуто в уголовном процессе в результате процессуальных действий. Интересно. То есть он неподозреваемый, да, а этот статус, да, он не имеет, то есть как бы права на защиту. Вот это я и хотел спросить. Да, процесс очень скудно говорит о том, что данное лицо может получить юридическую помощь, да, то есть помощь на адвокат, а дальше читаем, что адвокат в данном процессе имеет право знать, только знать движение уголовного дела. И процессуальный документ, который требует от адвоката, следователь, а предоставьте, пожалуйста, доверенность с опостелем, а я всегда спрашиваю, а на основании какого документа вы мне спрашиваете еще доверенность с опостелем? И, ну, в принципе, лишаете возможность оказания юридической помощи. У нас есть закон об адвокатуре, который говорит, да, что полномочия адвоката, да, оно подтверждается ордером, да, для следствия ордер, ну, это только документы. Да, сомнительный. Сомнительный документ. Вот я, может быть, задам вопрос, который очень часто, я уверен практически, если я не прав, вы меня проверите, задают вам предпринимателю, который приходит за этой юридической помощью, не будучи, может быть, юристами, они говорят, а где же вот мое право, где же моя презумпция невиновности, наверняка такое звучало. Я так понимаю, что в этих вопросах никакой презумпции невиновности нет. нету, и здесь опять есть проблематика, которую я усматриваю. Опять-таки это следует из-за постановления о наложении ареста, что основой, да, которая, ну, послужила основанием для начала уголовного процесса, это является сообщение финансовой службы. И очень цитируется, ну, данное сообщение, из которого, в принципе, можно подумать или сделать выводы, может быть, действительно есть какая-то конкретная сделка, которая бы, ну, хоть как-то нам показала, где эти сомнения. В этих постановлениях напрямую указывается, что лицо совершило преступное деяние согласно 195 статье. Ну, ладно, они говорят еще, возможно. Возможно. Возможно, да. И это возможно, да, позволяет, да, принять решение. А в то же самое время, если его подозревают в возможности совершения данного преступного деяния, тогда мы говорим, а где презумпция невиновности? Хорошо, а ведь получается еще более абсурдная ситуация. Если, допустим, он перевел средства, ну, какие-то возможные преступные, это одна история, а если на его счет перевели средства, он тоже получается подозреваемый, даже если средства перевели на его счет. То есть другая компания, условно говоря, там, не знаю, офшор, называйте кто хотите, которая перевел средства, и он уже виноват косвенно. Вы знаете, я вам скажу так, вне зависимости, наверное, да, кто эти денежные средства перевел, сделка может быть оценена как подозрительное, фиктивное, не имеющее экономическое обоснование. Пожалуйста. Есть основания для наложения ареста или для замораживания денежных средств? Вот, наверное, вы тоже себе задавали вопрос, даже не только как адвокат, как гражданин этой страны. В принципе, вот для чего это делается? Ну, хорошо, есть общий постулат с этим, никто не споришь, надо бороться с отмыванием там средств, там, не знаю, с попыткой что-то там профинансировать, какой-то терроризм, другую преступную деятельность. Это понятно, да, но ведь получается так, что мы априори любых предпринимателей, которые, я извиняюсь, ни сном, ни духом ничего не думали отмывать или уж тем более у них нет никакой связи с терроризмом, мы вот огромное количество людей подвергаем вот таким подозрениям. Вы знаете, опять-таки, это будет мое личное мнение. Да, конечно. Пока у нас будет практика такая, когда мы будем говорить, что денежные средства, добыты в результате неустановленного преступного деяния, мы можем продолжать, как мы сейчас это продолжаем. Не могут быть денежные средства преступные, извините, они должны быть добыты в результате преступления. Никак иначе. А мы говорим, в результате неустановленного преступления. И что на практике у нас получается? Вы заработали миллион. Да, неважно, в какой территории, но за пределами Латвии. Это уже подозрительно. Это не то, что подозрительно. Это уже для следователей есть основания считать, предполагать, да, что человек уклонился в свое время от уплаты налогов. И если даже адвокат предоставит документ, что налоги были уплачены, ну что вы мне говорите, да? Скорее всего, уклонились, да. Да. Там ведь только указано то, что вы, наверное, декларировали, да? А то, что не декларировали, ну, конечно, вы уклонились. Понимаете, это диалог ненормальный. Хорошо. Но мы еще вернемся, может быть, к тому, что с этим делать, но вот если всю эту цепочку дальше, вот рано или поздно ведь дело дойдет до суда, да? Если не будет закрыто за отсутствием состава преступления. Вообще такие случаи бывают, когда… Доходят, да. Доходят до суда. И сейчас тенденция такова, что в ближайшее время это будет массовый. Массовый характер. А бывает так, что все-таки следователь, не получив, не знаю, подтверждение, что это преступление и не получив каких-то доказательств с помощью этого международного запроса, видит, что у него в деле, ну, я так простыми словами говорю, ну, нет материалов, в котором могло бы, нет состава преступления, он может закрыть это дело? Такое… Или это уже из области фантастики? Ну, давайте не будем фантазировать. Я так бы предложила. Ага, ну, с учетом вашего опыта. То есть, хорошо, тогда рано или поздно должно быть что? Придеальное обвинение или, ну, как это происходит дальше? Знаете, на практике это происходит так, что в деле, может быть, да, отсутствует даже подозреваемое лицо. И похоже на то, что сейчас, я говорю, действительно, эти процессы, они идут к тому, в деле нету даже подозреваемого лица, но есть арест на имущество, есть международные запросы. И нельзя закончить уголовный процесс в разумные сроки. Соответственно, надо выделить постановление, да, о начале процесса денежных средств, добытых преступным путем. Ну, такая формулировка в уголовном процессе, может быть, она короче, да, но это дело все переправляется в суд, а суд обязан в течение 10 дней это все дело рассмотреть. А что в течение 10 дней может сделать адвокат? Он только тогда получает документ, в котором он видит действительно те подозрения, которые послужили основанием. А как мы можем, если человек, гражданин другого государства, в течение 10 дней предоставит документы? Как мы это сделать можем? И здесь получается роль адвоката, ну, несколько отодвинута в сторону. А есть это все-таки жители Латвии? Больше шансов? Есть, конечно, больше шансов, по крайней мере, найти адвоката. А почему ведь следователь, может быть, я так наивный вопрос задаю, следователь, ведь это дело длится, как мы уже сказали, 45 дней, еще 45 дней и так далее, есть много времени. Почему следователь сам не пытается, ну, потребовать, не потребовать, предоставить лицо со сложным статусом в отношении там сделок, которого там есть подозрения в совершении преступления, чтобы он предоставил какие-то документы, которые бы, ну, его, я не знаю, оправдали, что вот, не знаю, вот договор, на основании которого переведены деньги. Я правильно вас понимаю, что вы хотите сказать, что следователь производит активные действия? Да. Или не производит, я просто вот думаю, на месте следователя. Тот процесс, о котором мы сейчас говорим, он предусматривает сперва пассивную роль следователя, только потом активную роль следователя. А активную когда, уже в суде? Нет, он получает документы и начинает думать, они соответствуют действия, не соответствуют, но это мы не знаем, я только предполагаю. Тут лучше, наверное, спросить у следователя. Но по вашей практике действия в основном пассивные, да, у следователя? Вы знаете, я вам приведу конкретный пример. В прошлом году было принято решение замораживания денежных средств клиента. Конечно, произвели все необходимые действия, чтобы возразить, чтобы предоставить доказательства. Дело ушло. В Риге уже не справляется, в район ушло. Да. И в этом районе это дело уже практически год. И не задан ни один вопрос со стороны следователя. Ни один вопрос. Одна только сделка, и то семилетней давности. А она почему-то оказалась подозрительной. Заем денежных средств оказался подозрительным, да. И когда же это все закончится? Когда это закончится? Понятно. Такой же вопрос вы и мне можете задать. Ну, я считаю, это бездействие должностного лица. Но ведь никто у нас пока еще за это расследует данное преступное деяние. И у адвоката здесь тоже мало возможностей как-то повлиять. Мы пишем, пишем. Каждый месяц пишем. А когда же вы зададите нам вопрос? Вопросы не задаются. Отвечают, что не мешайте, пожалуйста, следствию. Я прошу, вы сделали такие-то и такие-то действия. Запросили ли вы документы? Допросили ли вы конкретное лицо? А мне отвечают, да. Это тайна следствия. Вам информация не будет предоставлена. Обжалование действия, да, решение. Ну, прокуроры, они ведь верят тому, что следователь работает. Не покладая руку. Да, и такие же формальные ответы. Да, это действительно страшно, когда формально мы подходим к этому вопросу. Вот, наверное, такой вопрос, который напрашивается. А что делать дальше? Что вообще делать? Нужно ли ведь здесь, как говорят, что менять в консерватории? Какие изменения вы, как практик, видите в уголовно-процессуальном законе? Я вижу, что необходимо произвести изменения в уголовно-процессуальный закон. И если мы говорим об том, что право собственности все-таки существует, и мы должны это право тоже уважать, то надо все-таки определить конкретные сроки. Человек не может быть в статусе лица, что право затронуто, на протяжении нескольких лет. То есть должен быть установлен конкретный срок. Должна быть возложена обязанность наследователя ответить. Достаточно документов? Они правдивы, неправдивы? Что еще надо? Вы предоставляете документы с легальной, с апостилем. Оказывается, у нас конвенция не работает, не принимаются эти документы. То есть направляется еще раз запрос, действительно, на лицо, не судимо. Да какого абсурда? Это все доходит. И думаешь, ну как? Мы же предоставили документы. Почему вы этим документам не верите? Но опять-таки мы делаем предположение, потому что нам говорят, да, мы проверяем ваши документы. Интересно, когда интервью дают уважаемые представители полиции или прокуратуры, они как раз, пытаясь, видимо, с другой стороны подойти, говорят, ну понимаете, ну как же, в уголовно-процессуальном законе есть сроки, сколько по этой статье мы можем держать эту собственность. Сум с два года, ну знаете, еще можно продлить. Да, еще можно продлить. В результате в какой-то момент уже продлевать больше нельзя. Вот, ну тогда мы должны как бы эту собственность освободить. Но, как вы уже сказали, на практике это не происходит, и после завершения вот этих сроков. В уголовно-процессуальном законе отсутствует статья или пункт, что можно снять арест с денежных средств, ну или с имущества, если человек опроверг выдвинутое предположение. Ну, о преступно добытых денежных средствах. Такой статьи нет. То есть это совсем не значит, что если прошли все сроки, что они могут продолжать все равно под разными предлогами эту собственность. Нет, если появляется у нас международный элемент, то большая вероятность, что мы пойдем на этот отдельный процесс об денежных средствах, добытых преступным путем. Отдельный процесс? Нет, это отдельный будет процесс. Основной процесс, так он и будет. А в этом маленьком процессе мы уже будем разбираться. Уже в суде. Да, и пока наш уголовный процесс говорит о том, что надо подать, я даже не знаю, на русском ТЦМОС, да, то есть достоверные документы, то у нас появляется субъективный момент. Что такое достоверный документ? А если все-таки происходит чудо, и пускай с опозданием, но вот этот ответ на международный запрос все-таки приходит, я не знаю, там, Швейцария, откуда там, ну, куда посылается, там, в Австрию, в банк. Было в практике такое. Приходит и говорит, что, вы знаете, все чисто. Да. Что дальше? Дальше следователь обязан принять решение прекращения уголовного дела и снятия ареста. Такие практики, дела у меня тоже были. То есть чудо случалось? Случалось. Ну, там уже, когда уже просто действительно деваться некуда. Да. Ну, может быть, кто-то скажет, это, конечно, цинично, но, может быть, кто-то скажет, что эта попытка, может быть, таким вот образом, я не знаю, улучшит состояние бюджета, потому что, если в результате будет конфискация этих денежных средств, что не исключено в итоге всего этого процесса судом, ну, деньги поступят в доход государству. Так я понимаю. По процессу, да, они поступают в государственный бюджет. Можем ли мы говорить в данной ситуации, хотя вы, наверное, косвенно уже ответили, что речь идет о нарушении конституционных прав граждан, потому что если мы сейчас, ладно, хорошо про иностранцев, это тоже, может, отдельная история, но вот если, попадая в такую ситуацию, жить не ладно. Ну, нельзя там в процессе предоставить статус лица, чем имущественное право затронуто, не предоставив данному лицу никакие реальные права, а право ожидания. То есть у него есть право ожидать. Вернуть ему его собственность. Да, и бремя доказывания на это лицо. И какая же у нас практика? Это то, что, в принципе, я писала и высказала свое мнение. Можно с ним согласиться, можно не согласиться, но тенденция такая, что возбуждаются уголовные дела не потому, что есть состав преступного деяния, а только потому, чтобы принять решение о наложении ареста на имущество, и чтобы этот человек и доказывал о том, что у него легальное происхождение денег. А эта тенденция очень страшная. То есть мы уходим от таких эротических принципов. А есть какой-то диалог между адвокатским сообществом, как частью, наверное, судебной власти все-таки, и прокуратурой, и судьями. Есть какой-то диалог? Ладно, депутаты Сейва, может быть, отдельная история, хотя я так понимаю, что без изменений в законодательстве уже не обойтись из того, что вы сказали. Не только в практике. Мы идем к этому диалогу, я надеюсь, действительно на изменения, потому что достигнута критическая масса. И если вот эта критическая масса, которая затрагивает не только, скажем, сектор, в котором работают адвокаты, а именно банковский сектор, и невозможно открыть счета, когда в одностороннем порядке прекращают сотрудничество банки, то это сигналы. Сигналы, которые говорят о том, что мы должны идти на диалог, мы должны урегулировать соотношение между интересами, как я говорила, правовыми интересами, и, скажем, борьбой с преступностью. Я так понимаю, что многие адвокаты еще встревожены и попытками изменений в законе адвокатуры, который тоже фактически затрагивает права адвокатов. Вы не сталкивались с этим? Не хотела бы я сейчас об этом говорить. То, что на сегодня уголовный процесс предразумевает, что если адвокат не может явиться, вне зависимости от какой причины на процесс, а следует замена адвоката, это приведет к тому, что адвокаты больные будут приходить на процесс. Простуженные. В условиях пандемии. Да, не отдохнувшие придут на процесс. Это нехорошо. Ну, еще вот то, что я сделал вывод, исходя из того, что вы рассказывали до сего момента, фактически этот принцип состязательности, ну, как основа правового государства, пока не менее, наша система юриспруденции, он фактически нарушен вот в этих делах, которые касаются вот этой подозрения в каких-то финансовых преступлениях, фактически здесь нарушены. Я могу говорить о проблематике. Я должна уважать существующие законы. Конечно, естественно. А вопрос, что есть проблема, получается так, что я об ней стала говорить. И посмотрите, люди начали задумываться. Та статистика, которая есть за мороженных денег, это не говорит о том, извините, что мы тут все преступники, что мы хотим сказать наружу. И это вопрос только этих процессов. Смотрите, какая большинство, ну, масса этих денег. То есть идет опять-таки ликвидируемая банки. Какой процесс предусматривает данная ликвидация? Об этом как-то никто не хочет говорить. Может быть, последний вопрос задам. Мы так к финальной стадии подошли. Когда дело все-таки доходит до суда, тут-то, наконец, уже есть возможность у адвоката, во-первых, узнать материалы дела, какие вообще обвинения или какие собраны доказательства в отношении клиента. Адвокат в этом процессе может ознакомиться только с теми документами, которые следователь считает нужным предъявить. В суду? Адвокату ознакомиться. Хорошо. А когда дело доходит до судебного процесса? Суд не ознакомливается материалами дела. Да, у нас процесс предусматривает о том, что я должна обратиться с разрешением именно к следователю, с какими документами он меня ознакомит. И с которыми он ознакомит. Но обычно это те самые же документы, которые адвокат ранее подавал. Вот такой парадокс, но, к сожалению. Такое даже есть в какой-то степени ощущение, наверное, беспомощности. Что очень неприятное чувство, я понимаю, для профессионального адвоката. Ну, знаете, несмотря на те трудности, с которыми сталкиваемся, я оптимист. Да, все-таки адвокат имеет право использовать те средства, которые предусмотрены. Малые он все-таки может. Да, и он может говорить. И защищать, представлять. Будем надеяться, что все-таки действительно выводы сделают и наши законодатели. Есть такая вот модная фраза «политическая воля». Но она должна быть уже политическая воля. Вот в правовом государстве, в демократическом обществе все-таки и Конституцию соблюдать, права людей на собственности. И, конечно, все-таки дать возможность людям вот всем эти инструменты защиты юридической эффективны. Правда? Они должны быть эффективны. Да. Это то, о чем мы говорим. Да. Это то, о чем я сказала, что мы хотим действительно на эффективный механизм защиты. Да, Игорь Селиньевна у нас была в студии, присяжный адвокат. Большое спасибо. Будем надеяться, что нас услышат. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания.